Приветствую вас! Пожалуй, прежде чем отмечать на вас вопрос, который вы задаете, мне бы хотелось сначала, сперва, спросить у вас. Вот вы говорите, что познакомились с девушкой в социальной сети. Для того, чтобы познакомиться с девушкой в социальной сети, и чтобы с ней потом начать общаться с целью построить отношения более близкие, нужны определенные условия для вас, с вашей стороны. Почему я говорю с вашей стороны? Потому что то, что происходит, например, с ее стороны, мы не знаем, и можно говорить только о вас. Вы, получается, были без девушки. И вы, получается, были один, и, наверное, потерпели неудачи в том, чтобы построить отношения именно в реальной жизни, то есть без привлечения социальных сетей. И вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это именно такой, что заставило вас именно в социальной сети знакомиться с девушкой. Почему именно там вы решили с ней знакомиться? Почему вы не познакомились, не старались познакомиться с девушкой, ну, например, где-нибудь там, где вы бываете? То есть я имею в виду, где-нибудь там, где вы занимаетесь какой-то деятельностью. Вот этот вопрос, он очень важный, потому что он определяет то, насколько эта девушка для вас важна. Этот вопрос очень важный, потому что он определяет то, чего вы ожидаете от отношений. Этот вопрос важен, потому что напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения с девушкой в данный момент. Потому что, если вы познакомились с девушкой в социальной сети, например, случайно, то есть вот просто общались, общались в социальной сети в свободное время, и вот случайно познакомились с девушкой. Это одно. Тогда вы достаточно независимы по отношению к ней. Тогда вы достаточно свободны по отношению к ней. И вы как бы понимаете, что человек вам, по сути, ничего не должен. Вы понимаете, что человек вам, по сути, ничем не обязан. Вы понимаете, что вполне такое может быть, что вот она с вами встретилась, она с вами познакомилась, но боялась, например, идти на встречу, потому что, ну, мало ли что может быть. То есть очень часто было так, что люди, которые знакомятся в соцсети, и они тяжело переходят на уровень реального общения, потому что вот этот вот образ, образ человека, который находится, ну, скажем так, по ту сторону экрана, это как бы совсем не то. Но, скажем так, человек изначально является кем-то реальным, кем-то реальным, кем-то кого-то видеть, кого-то чувствуешь и так далее. И именно поэтому я вас спросил о том, что заставило вас знакомиться в интернете с девушкой. Потому что ваша мотивация напрямую влияет на ваши ожидания и напрямую влияет на то, чего вы хотите, на ваши потребности. А, как известно, потребностная сфера также напрямую влияет на процесс устраивания отношений. Это нужно понимать. Значит, прошу заметить, что я не говорю сейчас о том, что девушка обязательно вас боится, например, или девушка обязательно как-то еще негативно реагирует. Почему? Потому что мы этого не знаем. Вполне вероятно, что и сама девушка этого тоже не знает. Ну, такое вполне вероятно. Просто я сейчас говорю о субъективной стороне. Теперь дальше. Что происходит? Вы договариваетесь с ней о встрече. Значит, она вам отказывается, ну, как бы, говорит, что у нее дела один раз, говорит, что у нее дела второй раз, в апрете раз она говорит, что вот точно будет. И тогда уже вы встречаетесь. Вы наконец встречаетесь. Ваше общение проходит нормально, удовлетворительно. Но после этого девушка вновь ведет себя старикой. То есть, она вновь ведет себя так, как будто ей не особо-то и интересно с вами встречаться. И здесь вы говорите о том, вот, теперь, что мне делать. То есть, с одной стороны, общение вроде бы есть. С другой стороны, с другой стороны. Девушка, ну, явно, не придает значения тому, что у вас происходит. Девушка не придает важного значения определенному тому, что между вами происходит. И момент, который я хотел бы здесь отметить, это то, о чем вам говорят эксперты. То, что девушка не замотивирована на то, чтобы с вами встречаться. Для нее вы недостаточно интересный, видимо, человек, недостаточно привлекательный мужчина. Я не согласен с такой формулировкой, потому что, во-первых, мы, не знаю, мотивации девушки, как я уже сказал, и делать выводы основываясь только на том, что она не может не может никак найти время, чтобы с вами встретиться. Как бы, ну, это, мягко говоря, на мой взгляд, на мой взгляд, это, в общем-то, довольно опрометчив. давайте подумаем, какие могут быть объективные причины у девушки для того, чтобы вот с вами не встречаться. Все-таки, раз за разом, да, вам, по сути дела, давать отказ. Какие могут быть причины для этого именно у нее? Ну, во-первых, значит, первая причина это то, что девушка, в принципе, не может организовать свое время. То есть, вот, объективно, объективно, не принимая во внимание, и это очень важно, не принимая во внимание то, что вы хотите с ней сейчас, то, что она для вас важна, и так далее, объективно, есть такие люди, которые не могут организовать свое время. И если это так, то такова она. То есть, она, в принципе, была бы и рада с вами встретиться, с вами там, пообщаться, провести время и так далее. но ее и как бы ей мешает постоянно вот это вот ее неорганизованность. И если это действительно так, то тогда совершенно не имеет никакого смысла вообще с ней предграть претензии и как-то мучиться по этому поводу, потому что она, ну, такой вот человек, а, то есть, человек, который не может организовать свое время. Грубо говоря, проектинирует, откладывается на потом, не может расставить приоритеты и так далее. А вы для нее объективно еще не очень значимый и важный человек. Ну, просто не успели вы для нее быть, стать точнее, кем-то важным еще, как бы. И действительно, ей нужно время, может быть, для того, чтобы вот прийти к этому пониманию. То есть, здесь, в таком случае, вам нужно занять позицию выжидательную, да, то есть, как бы, вот, вы постоянно являетесь, значит, вы постоянно являетесь, как бы, инициатором встречи, вы постоянно пытаетесь как бы инициировать встречу с девушкой, а может быть, стоит как-то вот этого не делать, не делать, и, может быть, имеет смысл немножечко подождать и, например, позволить девушке самой как-то определиться. То есть, вы уже достаточно много, вот, сами по себе, достаточно много сделать, для того, чтобы быть членее. То есть, вы постоянно, как я понял, стараетесь организовать встречу, вы постоянно стараетесь вам что-то сделать, но вот этого не нужно, не нужно. То есть, она вам постоянно отказывает, но она, естественно, как бы, сама, наверное, понимает, что, как бы, это не очень красиво, это не очень хорошо, это неуважительно по отношению к вам. Ну, конечно, не знаю, насколько можно говорить о том, понимает ли она это, но то, что это объективно так, я думаю, вряд ли вы будете с этим спорить. А раз так, то, соответственно, вам нужно в этой ситуации занять выжидательную позицию. То есть, вы проявили достаточную инициативу, ну, как бы, ставьте ее в покое, помойте ей самой проявить инициативу. И если, если, она действительно не может организовать свое время, то, тогда, она обязательно предложит вам время, тогда, ну, условно говоря, когда ей удобно будет, например, с вами встретиться. То есть, вот этот момент нужно очень хорошо понимать. Вот этот момент очень важен. Если вы будете постоянно, если вы будете периодически проявлять определенную инициативу, постоянно, ну, девочку это может от вас, к сожалению, отвратить. И, если мы с вами этого не хотим, то вам нужно поступать так. Следующий важный момент заключается в том, что, естественно, есть вариант, при котором девушка действительно не очень заинтересована в дом, чтобы быть с вами. Естественно, есть вариант, при котором девушка действительно как-то не очень сильно горит желанием с вами встречаться. И тогда, если вы например проявите инициативу еще раз до субботы, а суббота она вам откажет, больше вы уже не говорите ничего тогда. То есть пусть она сама вам и дает тогда уже время, когда она захочет быть с вами. Когда она захочет провести время с вами. Итак, вы очень легко в посте определите. Если девушка действительно не может организовать свое время, то она обязательно себя как-то проявит. Если ей вы неинтересны как человек, то она не будет себя проявлять и общение ваше оно сойдет на нет. И вот здесь, когда мы говорим о вот как раз сведении на нет общения, как раз когда мы говорим об этом, о таком, на мой взгляд, важном моменте, нужно оговориться сразу. сразу. Сразу нужно оговориться, что при любом раскладе девушке нужно, чтобы с вами ей было интересно. Понимаете? если ей с вами не интересно, а я не просто так спросил у вас по поводу того, если у вас что-то общее, если у вас какие-то связующие моменты, если у вас что-то общее, я не просто так вас об этом спросил. Проблема заключается в том, что если этого нет, если этих моментов между вами недостаточно, то и соответственно девушке вы не можете быть в принципе интересным, потому что интерес берется всегда из общих каких-то сфер, из общих сфер деятельности. И вам нужно подумать не о том, чтобы уже сразу в первой встрече флистовать с семьей и так далее. Вам нужно подумать о том, чтобы выстроить общение. Нормальное, интересное, взаимоинтересное общение, которое представляло бы ценность как для вас вы, так и для девушки. Потому что если этой ценности общения нет, то неоткуда взяться тогда стремление общаться. у меня возникло ощущение, что вы знаете как, вы через силу может быть сильно, слишком как бы форсируете события. То есть вы написали, что значит на встрече, когда общались с ней в кафе, вы пишите три часа вроде. Далее вы пишите, что флист есть. То есть вы уже начинаете вставать на первых встреч. оттуда человек практически не знает. То есть только пососедине. И вполне возможно, что девочку это насторожило. Что вы хотите от нее только этого самого фликта. И кроме этого у вас сейчас возникает влюбленность. У вас сейчас возникает страсть. У вас сейчас появляется ощущение восприятия девушки как источника удовлетворения своих потребностей, которые у вас есть. И это плохо. Вы не видите в девочке ничего самостоятельного. По крайней мере, так мне показалось. Я не буду утверждать этого на сто процентов, потому что мало информации вы дали о себе. Но тем тем не менее. нужно видеть в девушке кого-то другого, кроме собственной девушки. И тогда у вас будет шанс построить отношения. А то, что вы делаете пока, это просто общение, взаимодействие двух молодых людей, у которых достаточно узкий круг интереса. По крайней мере, у вас круг интереса довольно узкий. Знаете, не знаю, сколько вам лет и сколько лет вашей девушке, но очень много людей считают, что девушки, я имею ввиду, очень много девушек считают, что на первой встрече флистовать это признак несерьезности и признак совершенно определенного намерения мужчины. И если вы зарекомендовали себя именно таким перед ней, то нет ничего удивительного в том, что она не горит желанием с вами встречаться. И здесь вам нужно действовать именно в таком ключе. То есть либо вы ищете с ней новые точки соприкосновения, общаетесь с ней хотя бы в соцсети, не настаивая больше на встречах, общаясь соцсети, чтобы ей было интересно, чтобы она сама выразила желание с вами встречаться, чтобы она увидела у вас интересного человека. Вот. Либо просто вы можете, если вам это неудобно, если вам это не нравится, то вы можете просто как бы общаться с ней без инициативно до тех пор, пока она не проявит своего отношения к вам. То есть пока вы не увидите, например, полного бедераллического есть. То есть вариантов здесь несколько, и какой из этих вариантов вам выбрать решение конечно же вам. Я не могу. Да я думаю, что не совсем правы те, кто рекомендует, если такие есть. Я честно скажу ответы экспертов на ваш вопрос не читал. Честно скажу, что если есть такие ответы, которые рекомендуют вам что-то конкретное, то этот ответ не очень правильный именно в данной ситуации, потому что слишком много неопределенных факторов. Вот этот фактор неопределенности, который есть, он мешает. Мы не знаем, какая девушка, мы не знаем, какой вы до конца. Мы не знаем, какие особенности девушки, как я уже сказал, какой у нее образ жизни. Понимаете, какие особенности у вас. Как я вначале задал вам вопрос, который вопрос о вашей мотивации. Вот его нужно прояснить. И тогда будет наверное более понятно как вам себя вести. Если есть какие-то потребности именно у вас, и вы ждете от девушки, что она эти потребности удовлетворит, то это самая большая ошибка. Вы можете не соглашаться со мной, но практика показывает, что люди, нуждающиеся в других людях, они, как правило, оказываются в положении, которое у вас есть сейчас. и если вы хотите изменить это, то вам нужно не ключик к девушке искать, а становиться самому более свободным, более независимым. что ли? Ну это все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.